Теплой летней ночью 2022 года на оживленные улицы Лондона вышел хищник, выслеживая в толпе свою жертву. Цель его ночной вылазки была в том, чтобы напасть на женщину. Камеры видеонаблюдения фиксировали раз за разом, как он преследовал одиноких женщин. Они прятались от него в общественных местах или просто убегали. Его решимость совершить преступление закончилась огромной трагедией для семьи жертвы. Их жизнь была разрушена навсегда. В Лондоне установлено порядка полумиллиона камер видеонаблюдения, что делает его одним из самых контролируемых городов на планете. Эти камеры стали глазами, которые позволили следователям собрать воедино путь одного человека. После полуночи одна из таких камер зафиксировала пьяного мужчину, которого только что вышвырнули из бара. Из-за того, что он весь вечер приставал к женщинам, пытаясь их поцеловать. Он начал бродить по улицам оживленного города, полной решимости вступить в интимную связь с представительницей женского пола. Независимо, согласилась бы она на это или нет. Переходя оживленный перекресток, он чудом не попал под машину. Но в данной ситуации, наверное, было бы лучше, чтобы чудо не случилось. Именно тогда он заметил свою первую потенциальную жертву и начал преследовать ее. Он постоянно спотыкался у нее за спиной, из-за чего девушка постоянно оглядывалась. Она забежала в магазин в поисках убежища и оставалась там до тех пор, пока не убедилась в том, что он ушел. Однако, когда она вышла, он снова начал идти за ней. Она стала убегать и благополучно добралась до своего дома. Осторожность и бдительность спасла ей жизнь. Потерпев неудачу, мужчина развернулся и пошел в обратную сторону. В течение следующих 50 минут он расхаживал взад-вперед в поисках новой потенциальной жертвы. Около двух часов ночи он заметил одну, и его внимание быстро переключилось на нее. Здесь двое мужчин увидели, что девушку преследуют и остановились, чтобы присмотреть. Когда девушка обернулась, он поднял руки и сделал жест, как бы говоря, что не хочет причинить вреда, и направляется по своим делам. Молодая женщина ускорила шаг. Но он обогнал ее и притворился, что входит в один из частных домов, стоящих вдоль улицы. Но на самом деле преступник спрятался за углом и ждал, чтобы внезапно атаковать жертву. По счастливой случайности она направлялась к дому на другой стороне улицы и вовремя перешла дорогу и зашла в дом. Тогда она еще не понимала, что была на краю от смерти. Ночной преследователь снова развернулся и пошел в обратном направлении, упустив еще одну потенциальную жертву. Но, к сожалению, не всем им так повезло в ту ночь. 35-летняя Зара Аллен только получила работу своей мечты в Королевском суде Лондона. Но ее многообещающая жизнь будет жестоко оборвана июльской ночью 2022 года. Тем вечером Зара встретилась с друзьями в баре, в том самом из которого выгнали ее убийцу, несколькими часами ранее. Затем она с компанией отправилась в ресторан. Женщина вышла из заведения в 2 часа ночи и решила пройтись пешком до своего дома, который располагался всего в паре километров. По ужасному стечению обстоятельств, Зара и нападавший прибыли к этому перекрестку в одно и то же время. Он перешел дорогу и начал идти за ней. И напал на нее всего в нескольких минутах ходьбы от ее дома. В ту ночь он собирался заняться сексом, ему было неважно, где и как это будет происходить. Несмотря на оживленную дорогу и жилые дома, его это не отпугнуло. Он схватил Зару сзади за шею, закрыл ей рот ладонью и потащил в проулок, находящийся между жилыми домами. Она сопротивлялась так сильно, что смогла встать, но он продолжал наносить удары, пока она не потеряла сознание и не рухнула на землю. Он снял с нее часть одежды, чтобы подвергнуть насилию, после чего он несколько раз ударил ее ногой. Записи с камер, которые так и не были опубликованы властями, говорят о том, что в этот момент мимо проходили люди, и он затаился за углом, после чего вернулся к жертве, чтобы продолжить яростное и жестокое нападение. Он дважды уходил с места преступления и возвращался. Мужчина использовал столб, стоящий рядом с лежащей на земле Зарой, на который опирался для равновесия при нанесении ударов и прыжках на грудной клетке жертвы. Это продолжалось 9 минут. Затем он украл у нее сумочку, украшение и нижнее белье. Зара пролежала 20 минут, прежде чем ее обнаружила проходящая мимо супружеская пара, которая и вызвала скорую помощь. Она была сильно избита и с трудом дышала. В течение часа медики отчаянно боролись за ее жизнь, но, к сожалению, ее травмы были слишком тяжелыми. Утром она скончалась в хирургическом отделении больницы Восточного Лондона. Вскрытие показало, что Зара получила 46 различных травм, включая тяжелую травму головы, рваные раны лица и тела, а также повреждения половых органов. На нее напали с такой жестокостью, что в такое почти невозможно поверить. Криминалисты обнаружили на месте преступления окровавленные отпечатки пальцев преступника на столбе, которую он использовал для равновесия при нанесении ударов. Оба отпечатка были частичными. Этого не хватало, чтобы получить совпадение из миллионов образцов, находящихся в базе данных. Полиция не теряла времени даром и начала собирать записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить хронологию преступлений и идентифицировать преступника. Одно из изображений было опубликовано в местных средствах массовой информации, и в полицию поступило больше 20 звонков. Но в конечном счете эти сообщения не привели к убийце. Но следователи заметили на данном кадре нечто существенное. На мужчине была серая тюремная майка. Следовательно, ранее у него уже должны были быть проблемы с законом. Вскоре один из полицейских узнал этого человека и смог назвать его имя. Сравнение отпечатков пальцев, находящихся в базе, привело к полному совпадению с отпечатками убийцы Зары. Власти собрали данные не только с камер видеонаблюдения перед нападением, но и кадры того, как он возвращался домой после содеянного. Мужчина пошел по улице, после чего перелез через забор и прошел через ярмарочную площадь. Прибыв на место и опросив жильцов трейлерного парка, полиции сразу указали фургон, в котором жил убийца. Войдя в него, офицеры обнаружили преступника, который спокойно спал на своей койке. Его тут же арестовали. На кадрах 29-летний Джордан Максуини. Профессиональный преступник, имеющий 28 судимостей по различным правонарушениям. Например, таким, как кража со взломом, нападение на полицейских, незаконное хранение оружия, угон транспортных средств и так далее. Этот список можно продолжать бесконечно. Он также участвовал в подпольных уличных драках за деньги. Его два раза исключали из школ, в которых он учился, из-за того, что он продавал запрещенные вещества ученикам. Все его детство прошло в колониях для несовершеннолетних преступников, и эта тенденция продолжалась и с приходом взрослой жизни. До убийства Зары он отбыл 9 тюремных сроков. Даже находясь в тюрьме, было зарегистрировано порядка 60 инцидентов с его участием. Таких, как угрозы охранникам женоненавистническом поведении к сотрудницам женского пола исправительных учреждений. Он также устроил пожар в тюрьме и участвовал в беспорядках. После ареста 27 июля Джордан Максуини неоднократно допрашивался полиции, но он отказался отвечать на какие-либо вопросы. Единственный раз, когда он заговорил, это были угрозы в адрес детективов, которым он обещал откусить уши и нос. Он проявлял полное безразличие к ситуации, в которой оказался. В тот же день ему официально было предъявлено обвинение в убийстве Зары Аллен. Он не отрицал, что на снимках с камер видеонаблюдения был он сам. Когда ему демонстрировали те самые записи с камер, он громко зевнул и сказал, что ему очень скучно. Чуть позже выяснилось, что в ночь убийства Зары Джордан должен был находиться в тюрьме. Он был освобожден досрочно из заключения за 9 дней до убийства Зары, при условии, что он будет каждый день отмечаться в полиции. Однако он пропустил две встречи и 24 июля, за два дня до нападения на Зару Аллен, суд вынес решение арестовать Максуини за нарушение досрочного освобождения. 25 июля полиция обыскала дом его матери, но не нашла Джордана. И после этого полиция не предприняла больше никаких действий по его розыску. А уже рано утром 26 числа он напал и отнял жизнь у невинного человека. В ходе внутренней проверки выяснилось, что из-за ряда ошибок исправительной системы он был отнесен к категории преступников, которые не опасны для общества. И это при том, что человек буквально ни одного дня не нарушал закон, находясь на свободе. Семья Зары Аллен заявила, что служба пробации города допустила фатальные ошибки, и их руки, запятнанные кровью дочери, не меньше, чем у самого преступника. Несмотря на то, что улик против Максуини было достаточно, полиция также получала кадры с ярмарки, снятые утром после нападения, на которой он запечатлен в той же одежде и сумкой своей жертвы. Через несколько минут он избавился от вещей и пошел спать. Позже сумка женщины была найдена полицией под другим фургоном. Там же находилась майка с пятнами крови Зары. На суде он не признал себя виновным и продолжал молчать весь процесс. Судья назвал его трусливым и крайне жестоким человеком. 16 декабря 2022 года Джордан Максуини был признан виновным в убийстве Зары Аллен и приговорен к пожизненному заключению с правом на досрочное освобождение через 38 лет. Таким образом, если он и выйдет на свободу, ему будет 67 лет. Через неделю после смерти Зары сотни неравнодушных людей молча прошли по тому маршруту, который она благополучно должна была пройти сама в ту злополучную июльскую ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok